За 65 лет на стендах этого предприятия было проведено около 65 тысяч испытаний образцов космической техники. НИХИМАШ, давший некогда жизнь поселку Новостройка, теперь называется НИЦРКП. Но профиль работ не изменился. Здесь испытывали знаменитую «семерку», отправившую человечество в космос. Здесь же проверяли орбитальную станцию «Мир». Корабль «Уран» сейчас пришел черед отработки ангары. НИЦРКП включен во многие современные проекты. Из тех проектов, которые сейчас Роскосмос и в целом страна занимается, космических, это, пожалуй, проект универсального носителя «Ангара», от «Ангары-1» до «Ангары-5», и ряд, наверное, аппаратов, которым занимается Красноярск. По боевой тематике, я думаю, уже время пришло, и, безусловно, страна будет заниматься новым носителем. В ближайшие пять лет на стендах НИЦРКП пройдут испытания космических аппаратов «Лунной программы». Специалисты центра участвуют в разработках новых жидкостных ракетных двигателей на перспективных видах топлива, например, на ацетами и жиженом природном газе. На стендах проводятся ресурсные испытания аналогообъединенной двигательной установки служебного модуля МКС. Очередной сеанс завершился с положительным результатом буквально два месяца назад. В общем, отмечает Геннадий Сайдов, работы хватает. Слава Богу, что невзирая на все обстоятельства, которые в стране происходят, космос и все то, что связано с космической тематикой, в целом ракетно-космическая промышленность в центре внимания страны, мы прекрасно понимаем, что одна из важнейших компонентов безопасности, безусловно, в свете всех событий, и последних, и предпоследних, и будущих, это безопасность страны. Без этого с нами еще жестче будет разговаривать. Если сейчас разговаривают с санкциями, то не пойми, как будет разговаривать дальше, если не будет у нас вот такой военно-космической составляющей. Что же касается пресловутых санкций, то они пока не очень заметны. Научно-исследовательский центр встречает юбилей с оптимизмом, с умеренным, но оптимизмом. В последние три года здесь серьезно подошли к обновлению опытного производства. В основном корпусе размещено 300 единиц металлообрабатывающего оборудования. Восстанавливает водородное производство, пополняется и испытательная база. Ведутся работы по созданию нового высотного стенда. Он предназначается для отработки кислородно-водородных разгонных блоков и вторых ступеней ракет. Причем технология создания вот такого сложного оборудования, она базируется на том, что надо сначала физику переложить в математику, математику переиграть на суперкомпьютерах, а потом уже проектировщики и все изготавливают. Вот такую сложную систему мы создали. Пользуясь суперкомпьютерной технологией для высотного стенда в России, таких стендов не было. Одно из перспективных направлений – применение суперкомпьютеров. На машинах производительностью 1 Терафлопс они успевают сделать более триллиона операций в секунду. В научном центре планируют проводить виртуальные испытания, для того чтобы потом с большей надежностью выходить на огневые стенды. Еще одно направление, которое разрабатывают в НИЦ РКП – сертификация качества в ракетно-космической отрасли. Мой умеренный оптимизм и базируется на том, что мы свое место в ракетно-космической отрасли показали, что важнейшие компоненты, а важнейшие компоненты, что такое качество всего того, что выпускается, должно оцениваться независимым аудитором. В роли этого аудитора выступаем мы. И вот наш путь – это не только от РА-1 до Ангары, а наш путь еще двояко можно назвать. От, скажем так, таких, ну, как бы, стендовых испытаний до сертификации. Чтобы воплотить в жизнь далеко идущие планы, необходимы кадры. Они есть у научно-исследовательского центра. Но от молодого пополнения тоже не откажемся, говорит Геннадий Сайдов. Чтобы привлечь специалистов-новобранцев в свои ряды, необходимо прежде всего жилье. О подобной программе в НИЦ РКП уже задумались. Сейчас вопрос на стадии активной проработки. Мы получили инициативно, да, наше строительное управление провело госэкспертизу, которая положительное заключение о перестройке этой казармы. И, как меня Денис Игорь Иванович, начальник нашего комплекса строительного, проинформировал, был он у заместительного руководителя по капстроительству Роскосмоса, Иванова Владимировича, и получил заверение, что со следующего года финансирование начнется. Причем мы просили 65 миллионов, там какие-то другие деньги, но мне не важно. Мне важно, что мы не потеряли эту казарму, и что порядка там 67, по-моему, квартир у нас будет. Несмотря на солидный возраст, НИЦ РКП не намерен стоять на месте. Все только начинается. Предприятие, как и ранее, готово подтверждать свой федеральный статус. Не забывайте, тем не менее, о том, что является важной частью Сергиево-Пасадского района. Татьяна Трушкина, Феликс Дорохов, День города.